МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Ну, я сказал, что для нас очень почетно совместно делать проекты, мастер-классы, гала-концерты. Ваши артисты будут у нас выступать, у вас. Вот этот проект мы тихо-тихо будем делать так, чтобы его превратить в настоящую жизнь, что очень важно для армянского балета. И ваша помощь, ну, его я не могу оценить, какая она должна быть. Она будет суперская, я уверен, потому что такой бренд, как Ананиашвили, который согласился с нами сотрудничать, это для нас большая честь, для нашего театра. Спасибо, маэстро. В первую очередь, камар джубац. Хочу поздороваться. И очень буду говорить по-русски, чтобы больше народу, к сожалению, не говорю по-армянски, я бы с удовольствием поговорила. Наверное, постепенно могу бы учить. Я очень рада и счастлива, что у вас такого уровня, маэстро, будет вот все это, как бы все задумки, которые у него будут осуществлять. Я очень надеюсь, что у него будет поддержка, помощь и, самое главное, команда, которые все, что он задумал, осуществить без команды невозможно и без поддержки. Это в первую очередь очень важно. Я это проходила все то же самое в Твилиси. И рада нашему сотрудничеству. Я второй раз у вас уже в Ириване, но мне не удалось работать с вашими артистами. Мы просто были, как дни культуры Грузии, приезжали в вашем оперном театре танцевать. И самые прекрасные воспоминания, теплый прием, и все это, конечно, мы носим в сердце. И сейчас уже, когда я профессионально могу стать вместе с вами, маэстро, и делать хорошие дела, я это очень люблю. Люблю и с удовольствием вложу в свою душу, в свои знания. И хочу сказать, что я благодарна всем моим педагогам, что в Твилиси, что в Москве, что в Америке и по всему миру. То, что я получила, и опыт, и знания делиться сегодня с молодым поколением. Я уже не танцую, поэтому, как говорится, вот все это для меня, уже молодое поколение, это продолжение нашего прекрасного искусства. И балет, действительно, я считаю, сочетание музыки, визуальной красоты, сценографии, танца, тела. Вот это какое-то такое уникальное сочетание всего. И когда ты видишь результат, это большое счастье. Я надеюсь, что у нас будет этот результат, и вы тоже будете довольны нашими ребятами, которые будут стараться делать, ну, поднимать планку. Я очень надеюсь, и я думаю, что это, ну, то, что я посмотрела, уровень у вас абсолютно хороший. Только просто развивать они будут по мере поступления, репертуара, работы с педагогами, все то же самое. То есть, если, например, как в Тбилиси, мы ставили баланчина, я приглашала из Нью-Йорк-Сити балет. Люди, которые именно работали с самым баланчином, вы не представляете, какой-то, вот работали, они все знают. То есть, если ставишь классику, конечно, это русская классика, и все эти балеты у нас в крови. То есть, мы все все равно выращены одной системой, одной, то есть, я имею в виду, вот, русская школа балетного танца, вагановский метод, вот это, вы тоже здесь продолжаете это делать. Это, я считаю, что самое-самое лучшее. Но к этому еще добавляются те знания, тот опыт. Например, когда мы ставим любую другую хореографию западной, обязательно приезжает человек из именно, да, в той страны, где этот балет идет лучшим образом, и то, что они знают, они передают артистам. И артисты развиваются. Потом у вас талантливый народ, ко всему искусству появятся свои хореографы, свои люди, которые уже станут таким же примером для других. Другого поколения. Да, это абсолютно такая цепочка, которую мы не должны порвать. И я уверена, и музыканты, как и у нас, так и у вас, профессии очень трудные, и уже все думают, что, ой, как это вот трудно, уже не все хотят в компьютере быстро, а вот заниматься, или все время заниматься, или делать тандюбатваны, это не так легко. Но если ты это дело любишь, и ты становишься на высоком уровне, вот как и маэстро, как и я, у нас другая жизнь совершенно прекрасная. Это общение, это язык международный, не имеет границ, и если ты хорош, ты хорош везде. Я очень-очень надеюсь, что мы будем сотрудничать и вот сделать какие-нибудь вот такие в скором будущем хорошие проекты. Скоро, что ты сидишь в такой бронанский театр? Нет, сегодня, к сожалению, нету ничего, чтобы я могла посмотреть. Мы показывали наших ребят, классы, репетиции, потому что во время репетиции уже можно понять, что можно лепить, какой спектакль можно сделать с помощью наших артистов. Это и педагогический состав, конечно, и балерины, которые у вас танцуют, у вас вся хорошая школа, поэтому это просто будет, один человек никогда в нашем деле ничего не сделает. Это надо было, чтобы все шли в одном направлении, а направление кто-то должен давать. Вот я надеюсь, что если это будет первый наш проект, то вы увидите, увидите скоро буду, в скором будущем, если маэстро захочет, хороший результат. С Божьей помощью, потому что, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, это балет наш общий, театр наш общий. Любой плюс в нашем театре, это для вас тоже плюс, для нас тоже плюс, для страны тоже плюс, потому что сегодня, в течение 17 лет, грузинский балет стал уже таким брендом, в том плане, но он был брендом, но сейчас он стал таким активным, что они выступают на Западе, и все театры ждут тбилийский балет или тбилийскую оперу. Вот мы должны стремиться сделать качественные спектакли, чтобы мы тоже когда-нибудь стали брендом. Это для всех нас нужно. Это возможно очень быстро, с вашей помощью, на самом деле. С вашей помощью. А совместные работы возможно ли у вас в театре? Если честно, у меня мечта сделать постановку когда-либо, чтобы грузинский балет, грузинский композитор был здесь, и наша ГАЭНа была там. Я надеюсь, что это возможно сделать, потому что армянский композитор, он должен звучать за рубежом, так же, как Петр Ильичиковский звучит везде, так же, как грузинский композитор должен звучать везде. С вашей помощью. Надо работать, 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 работать. Да, у нас шоу ГАЭНа, до того, как вы, до меня, к сожалению, сейчас не идёт. Здесь тоже были спектакли. Замечательно. И вот надеюсь, что в этом году получится тоже у меня фестиваль в Тбилиси в конце июня. Я очень надеюсь, чтобы ваши артисты приедут танцевать у нас в галоконцерте. Совместные проекты очень важны. То есть для артистов очень важны маэстро, правильно? Для нас тоже это важно, когда ты даёшь возможность своим артистам, чтобы они видели, что-то и как в других театрах, странах. То есть это всё очень развивает артиста. Критики вас называли бесспорной суперзвездой классического балета. По-вашему, кроме хорошей школы, что ещё должен, какие качества должен иметь артист-балета, чтобы достичь таких хороших? Да. Ну, знаете, конечно, вы правы, кроме школы необходимо, природные данные тоже необходимы. То есть это тебе помогает. Ну, ум без ума невозможно. Это неправда, что балет, главное, чтобы ноги были. Всё идёт от головы. И, конечно, нам вот с детства вырабатывается характер терпения, потому что мы слушались, терпели, преодолевали трудности. И без этого вот невозможно пройти все этапы, которые приходится нам проходить. Вот и педагоги, и родители всегда мне говорили, а ты можешь это потерпеть? А ты можешь это преодолеть? Ты вот уедешь в Москву и будешь последняя. Вот это ты можешь потерпеть? Я уехала в Москву, но почувствовала, что я не последняя там. Поэтому мне хотелось стать ещё лучше. Но это всё внутри. Вот чтобы эта внутренняя сила была у тебя, это нужно и воспитание, и поддержка родителей, и поддержка педагогов, чтобы преодолевать надо. Понимаете, характер, ну не знаю, может быть, мне немножко не хватает такого строгости в характере, я такая, более такая. Но очень всегда пыталась оценить ситуацию по справедливости, да, сейчас. А когда танцевала, я подумала, ну а что мне делать? Ну не дают мне спектакль, иначе пока ещё не заслужила. Наверное, придёт тоже время. То есть, когда ты артист, ты очень много преодолеваешь. Очень многое зависит от ситуации, от педагога. А когда уже руководить стала, я помнила всё, что мне было, допустим, мало танцевать или что-то. То есть сейчас я пытаюсь как бы вот те чувства, которые у меня накопились, как-то сделать по-другому. Мне не хватало разнообразия репертуара, допустим, да. Как только я пришла в Двилиси, я тут же и Баланчинскую программу, три года старалась получить Кильяновские балеты, чтобы разрешение получить. Друг уготовила, да, и Ратманским работа, и Посоховым работа, и Стэнтон Уэлш, и так далее. Такие балеты разнообразие, когда хореографы работают с артистами. И ты, когда артистка, ты часть этой хореографии, ты понимаешь, что ты тоже создаёшь вместе с хореографами что-то на сцене. Это огромное счастье. И классика, конечно. И вы, и мы — это оперно-балетный театр. И тоже во всём мире, где вот такой оперно-балетный театр, без классики невозможно. Иначе ты труппу не удержишь. Классика — это у нас Дореми Фасиласикова. Правильно, да? Это как гамма. Вот как гамма, мы не можем без классики удержать на уровне труппу. Если ты классический театр, если ты просто современный театр, это такие другие задачи, другое. Я считаю, что театр-хореограф — это совсем другое. А когда ты государственный оперно-балетный театр, то должен быть баланс обязательно. Классика больше и не, ну, как бы, периодичностью современные танцы или современная программа или что-то такое создавать. Вот так, если я ответила на ваш вопрос, не знаю. Подолжение, да, этого вопроса, мы очень стремительно стали одной из самых пострекованных артистов балетного мира. Вот есть какой-то секрет такого ошеломительного, стремительного успеха? И какие советы подрастающему поколению? Скажу как-то так, если вот чуть-чуть уйти дальше, вспомнить. Это был у меня потрясающий период, а причиной это была перестройка, это была свобода, которую я получила. Меня поддержал директор театра, Большого театра тогда очень, Владимир Коконин, который сказал мне, что не уезжай, будь у нас и делай, что хочешь, я тебе разрешаю. Хотя у меня в это время был по этому поводу такой немножко, такой неприятный разговор с главным балетмейстером тогда, что почему я уезжаю. Я хотела просто танцевать. И перестройка дала мне возможность танцевать. И я не ушла из Большого театра. 23 года я отработала в Большом театре. Счастье было, что я работаю с Ручковой, Семеновой, Карельской, Фадечев, Николай. То есть это все те люди, которые меня воспитали столько лет. Мы танцевали с Алексеем Фадечевым по свету, я не могу сказать, наверное, лет 15, нон-стоп. То есть у меня, вот вы знаете, я полгода вот так ездила, только мой супруг привозил мне костюмы одни, увозил другие костюмы, даже домой не заезжала. То есть вот, видимо, это, знаете, такой период был, что я выбирала, в каком театре я хочу танцевать, столько было приглашений, и с кем я хочу танцевать. И потом свои проекты делала. Нина Ниашвили Старс, вот как в Японии, наверное, в Ютьюбе тоже там сейчас все угладывают, это все. То есть это был потрясающий период для меня, и столько знаний получила. И потом вот предложение, что я в Американском балетном театре, в MBT, я поехала, думала, что ну год-два пригласили, а 16 лет танцевала. То есть не уезжая из Большого театра, я танцевала там и там. Так никто не делал, понимаете. Я как-то была примером для уже молодого поколения, допустим, Мишнева или Захарова, все, что ребята, не обязательно уезжать из своего театра, но быть звездой. Если опер, я доказывала это театральным директорам тоже, что вы понимаете, если у вас балерина, допустим, в вашем театре что-то представляет, и у нее есть приглашение, вы же ведущих певцов же отпускаете там танцевать, то есть петь «Кармен» там, 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 если у вас репертуар, допустим, нет сейчас «Кармен». Я говорю, а почему мы балетный не можем так делать? И, в общем-то, я рада, что случилось так, что я была примером, что я осталась в театре, не уехала и танцевала везде. И всегда приезжала, возвращала обратно в театр и танцевала то, что мне тогда предлагали. Кстати, не очень много, но все-таки танцевала для меня, это было важно, вернуться в большой театр, вернуться своим педагогам, вернуться, ощущение очень, очень трудно отписать как-то ты, особенно, когда возвращаешься, еще лучше хочешь танцевать. То же самое, когда я возвращалась в Тбилисском театре, вот мне говорят, ой, а что ты там танцуешь, когда ты танцуешь везде? Нет, танцевать на родине – это что-то еще другое, понимаете? Вот я сейчас разговариваю, вспоминаю, у меня прямо это… То есть, когда я приезжала в Тбилиси и танцевала, понимаете, когда там чуть не милиция вокруг окружала тогда театр, чтобы люди… То есть, не то, что ни одного билета, ни одной ступени нет было свободных, понимаете? И вот ты видишь, и они понимают, что они тебя ждут, и вот эти овации, аплодисменты, ну, невозможно передать, вот невозможно передать, понимаете? Это была какая-то моя дань моей родине, я должна была приезжать в самые трудные минуты. Я привозила артистов со всего мира, чтобы они танцевали в Тбилиси для моего народа, хотя ни финансово, ничего возможности не было. И я думаю, что мы должны так продолжать, пока нашим театрам и стране помощь нужна. Мы, артисты, которые танцевали по всему миру, мы должны приезжать и помогать, и помогать сегодняшнее руководство, чтобы выносить наше имя по всему миру. Мы откуда? Несмотря на то, что я танцевала всю жизнь в Большом театре, я всегда, ну, как сказать, была рада, что я представитель моего маленького народа Грузии, понимаете? Это у меня все дело вот такое понятие. Ну да, меня называют русской балериной, меня это не раздражает, потому что я выучилась с начала до конца. Никто не отнимет, никогда, понимаете? Я буду русской балериной, но грузинкой уру тоже, понимаете? То есть не может быть по-другому. Это ты танцуешь в американском, а баланчин кто? Грузин? Грузин. Русский хореограф, американец. А хореограф русским он не стал, почему? Потому что уехал в Америку и все свое вот это создал в Америке. Он американский хореограф, грузин по национальности, родившийся в России. Мы забыли realize за этой действи Endika. Тогда с человеком Algunера его называет? Грузинь, она ведет следующая атака. В России. Но желательно, что все изделяетtw mieux-то лечится, такая твор the theor war. Я ему не понял,워서. В России никогда не должен пока выбрать свое основание, что следующий год был за пятью, тех basically. Я не знаю, как и я всегда считаю, ни национальности, ни границы, ни границы, ни границы, ни национальности, ни границы. Мы создаем искусство вместе. Маэстро стоит, я видела его, стоял в Мюнхене, играл, Спартак, Хачатурян на музыке. Немцы, голландцы, шведы, Бразилия. Кто только не стоял на сцене, они создали вместе такой прекрасный спектакль. Вот это искусство, понимаете. Поэтому я только особенно, вот я очень рада, я так буду обращаться к вам, маэстро, очень рада, что вы сделали первый шаг. Спасибо большое за это. Вы приехали, вы поговорили, вы хотите. Мне всегда неудобно чуть-чуть предлагать, потому что вдруг не хотят, понимаете. А когда приехал человек, я увидела, какой у него широта мыслей, задумки, то, что мы пережили это все. То есть, я не знаю, чем могу, действительно, буду с вами рядом. Я очень надеюсь, что вы тоже приедете к нам работать, дирижировать. И вот такое будем делать. Для нас тоже будет большое счастье. Спасибо. Я так скажу, что, ну, можно так быть нескромной. Нескромной. Я скажу так, что когда я начинала, конечно, продюсеры мне оставили так. Если вы будете танцевать, мы кастроли сделаем. И мне приходилось карьеру свою, наверное, продлить, что я поздно родила. Я вернулась на сцену после 40-42. Я вернулась обратно на сцену, вернула весь репертуар. И мне приходилось танцевать, чтобы в Тбилисский театр возить на гастроли. И в Америку, ну, на таких уровнях, как Большой театр. И в Америку, и в Японию, и так далее. А сейчас вот я сделала так, что моя продукция продается, ну, я все равно существую, как художный руководитель, но продукция уже моя продается без меня, без моих танцев. Трупу берут на гастроли. Это что очень важно. Но сейчас прибавилось у нас, можно сказать, немножко больше по этой причине. Но не потому, что... Да, мы просто уровень показывали другой. Понимаете? А уровень — это не только артисты. Маэстро знает прекрасно. Это не только артисты. Если мы ездили в Оман, в театр такой, где только Большой, Маринка, Роял Бали, Ковенгарден, и мы делали один раз «Лебединые», нас пригласили второй раз «Шелкунчик» уже со своим оркестром. Понимаете? Это значит, тебя никогда не пригласят, если плохо. То есть они увидели уровень, они приехали, увидели уровень, забрали, они пригласили второй раз. Вот так же и в Дубай, и так далее. В оперный театр и так далее плохое качество не приглашают. Мы знаем, что балет — это мечта девочек в основном. У вас есть нефанты, мальчики, танцы? Да, к сожалению, грузинов. У меня сейчас могу сказать, что 10 иностранцев работает, мальчиков. То есть две девочки приезжие, и в основном мальчики иностранцы. Нехватка, не приводят детей, мальчиков в школу. Хотя, думаю, что пора уже нам этот менталитет изменить. Мы очень похожи, да, в этом? Очень похожи. То есть у нас в грузинских танцах, ну сами понимаете, как и у вас национальные танцы, да, грузинские. То есть там тысячу ребят, которые никогда на большую сцену не выйдут. Но вот будут там ждать в очереди тысячу грузинских танцев, чтобы ребята танцевали. И чтобы их переманить к нам в балет, это очень сложно. Но что происходит? У меня есть такие случаи. Там в 16-20 лет они случайно увидят балет и начинают вдруг потом ходить. Кто способный, я их вытягивала. За 2-3 года я их вытягивала даже для первой линии карты балета. Но когда человек приходит и мне говорит, халбатунино, я искутаюсь, и вдруг я отстаю на сцене Большого театра, то я в Японии, я, говорит, в своей деревне, как вы, такой известный. Понимаете, для них тоже шок, что такое может быть. Может быть. Есть очень много талантливых ребят. Очень много. Вот я тоже здесь вижу очень талантливых ребят. Я говорю, почему А в балет? Вот смотрите, рост какой хороший. Мне Дон Кихот нужен в театре. Посмотрите, по всем подходит. Нет, он не придет в балет. Нет, лучше он будет в баре работать. К слову, да? А почему? Это же театр, это же искусство, это же актеры, это же возможности. Тебе нет проблем лэнгвиджа, языка. Почему нет? Почему нет? А что, мы в теплом театре сейчас не мерзнем уже. Видите, как жарко у вас. То есть совсем другая жизнь тоже. Вот надо немножко работать, наверное. Мне тоже то же самое в Тбилиси. Очень трудно. Но надо делать. Да, надо делать. И мамой. Это ваша работа. Уговаривать мужей и объяснять, что наша профессия очень мужественная. Ну-ка возьмите на руках вот так, к валерину. Какая бы она маленькая ни была. Удержите на руках. Вот нас мужчины и носят на руках вот так. Понимаете, вот так. И принцессы красивые, и джентльмены, и принцы. И я вам, знаете, что скажу. Дети, воспитывающие в наших школах и в нашей культуре, в театре. Вот я сейчас очень много делаю. Где у меня есть возможности, я занимаю детей. Потому что, когда они в театре воспитываются, ребёнок развивается по-другому. Он служит музыку. Он уже знает, что такой Чайковский, в отличие от другого мальчика или девочки, который бегает по улице и никогда не слышал музыку. И он уже, даже если не становится балетом или музыкантом, он хороший зритель. Правильно, я понимаю, всё? Абсолютно. Он по-другому будет. Я не знаю, вот, к счастью моему, я такой случай не слышала и, надеюсь, никогда не услышал, что человек, вот, послушав хорошую музыку, хорошую, пошёл на улицу и убил кого-то. Ну, дай Бог, чтобы никогда такой не было. Ну, потому что искусство что-то другое даёт человеку. Внутренний мир его, как сказать, увеличивает или раскрывает. Становится добрее, становится дубрее. Даже, маэстро, я права, вот даже художники. Вы посмотрите, в период Дягилева, что было, да, какой-то синтез вот таких гениальных художников, композиторов. Вот, люди, которые никогда балеты не делали, они начинали кукто, и там, не знаю, ну, там, такой, сейчас не буду всех прочитывать. То есть, никогда, ну, как они работали, и моделеры, и дизайнеры, и... То есть, такой была связь. Вот это мы должны вернуть сейчас. У нас есть талантливые люди, ребята. Но у них даже не поворачивается голова в сторону оперного театра. Почему? Как может быть сегодня художник и не знать, что происходит в оперном театре? Я не понимаю этого. А что, у вас много оперных театров? Я то же самое говорю. Как может быть, чтобы артист не был бы в оперном театре? Ну, нельзя.